приехали на выставку золотая нива городу слабинск а нас погода вот такая встречает дождливая вот друзья всем привет мы на выставке погода вообще не летная идет дождь опрыскиватели стараются принципе нас это интересует сейчас подойдем узнаем по распылителям может где-то здесь возьмем контакты хотим купить инжекторные распылители ну полком поснимать наверно не получится но я постараюсь то вы переделываете старые опрыскиватели да это переделаны ну вы полностью новые крылья и варите новый подвесного это рама чуть-чуть усиленная а распылители продаете добрый день нравится все продается мы вас очень приятно хрен поснимай жаври дочь парит шахманы по идее у телефона защита это айпи 20 не должен протечь с площад на ноги водичка стекает подшипники фотоэлемент датчики это датчики населки фотоэлемент пока не интересно это блин распылители отдельно и не видел раньше тут краю стояли прям стенд с распылителями т-150 еще продают значит значит идет дело как новенький восьмерка яшка агромастер здрасте жидкие удобрения по водорастворимым интересно монокалий фосфат серно кислый магний цинк дайте визиточку завтра я буду на месте наберете хорошо спасибо да тимашевск биг боли прицепная бомбо аппарат луги с гидрозащитой зато наверно корчевать это туда сюда да да секции населка фильтра масла все качества миловские она не потеряла то есть если там ну тот же самый вектор там пушка ракета там дроны производительность может даже и побольше на векторе но именно качество оболота в потере можно спокойно добиться нулевых потерь в том году нам пришло зеленые зеленые овощи мы были рядом да да вот все качества старого вида встретили подписчиков с ростовской области рекламируют комбайн ново говорят лучше комбайна нет для фермера самый лучший для маленького фермера проверено проверено да а сколько перетисляется сколько приятных они там раскладывают во-первых такого класса комбайны на марте их там нет емкости такого класса маленького так у них цена там в 3-4 раза больше чем наши с краном а вместимость у нее что-то а вместимость маленькая килограмм 600 наверное да 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 не 800 наверное все интересует а мы тоже подъели комбайн как-то оно само по себе крутанулось это по трактору как раз оплатили успели ну блин переживали вот эти все события рост блин ну в лизинге что хорошо у них акция раннего бронирования у них начал оформлять заявку и все цена зафиксировалась я же еще думал ну выполнят обязательства они выполнят ну выполнили вроде фургончик их стоит рост агролизинг луги самоходки почва обработка это белгородские дискаторы по-моему тоже одни из первых выпускают вот такие вот вот матермак сеялка у нас же по идее пародия на матермак вот этот СМ ну высевающий с нее ну и то уже высевающий другой на них у нас же воронежская и то была бы она новая то одно было у нас полностью перебрали то еще втулки хочу поточить поменять и вот это загорточки поделать не внушает доверие да да вроде так и комфортно и все внушеных ценник я сейчас не знаю кстати их тоже в лизинге продают ну да ну блин китай знаешь что говорят они для месяца дней выпускают месяц другие самый первый косяк я слышал что на них резина херовая очень-очень быстро распираются вот это может быть вот это да а то я уже никого не спрошел ну а уже все это китайцы нас китайцы китайцы да соседи нас взяли ну там не смеется на соседи да там электричество там нет ну говорите утренкового нет и диска там у нас уед ну и как я кстати тоже о нем думал вообще как бы когда сухота делает исключительно он не глуду не ворочит меленько делает пылячь ну он чем-то этот напоминает вандерштадт карьер тоже у них диски маленькие ребристые я смотрю у нас агрокомплекс работает тоже красоту делает мы у товарища взяли трехметровый под беларусь первый год отработали закрывали посевами по боксову у них же зеленая техника мы их увидим зеленая техника мы их увидим зеленая техника вообще у нее хорошая техника да мне как-то попадался ну мы довольны прям довольны попадался плух оборотный четырех корпусный ну на авито еще блин тоже так смотрю вроде с виду хороший может потом когда-нибудь разбогатеем прикупим я говорю сейчас сейчас трактор возьмем RS 4000 с маленьким бисом с мелкой ромашкой его ты стихи не чувствуешь да? вообще не соляры наверное не ест я езжу 3.1 вот летают летают нормально ну вообще а еще гусеничный с родным мотором с СНД? да хороший мотор намного экономичнее и мощнее яма я не знаю мы удивились просто перестали а по запчастям ну приехали у нас коллектора вот нам сейчас с СНД делать на Ниву блин хрен его знает не дай бог поршневая ну в БТЗ сделали в Белгородске ну я знаю слышно делают поэтому у меня даже были контакты где то вот если у них заказать да в Ютюбе есть контакты завода а так мы заехали говорит все есть все ну если вы прям туда ездили не не этот за мотор мы приехали к себе ну у нас большой магазин там для успехов спросили есть запчасти или все Ютушечки точно да китайчики тут тут помощней мне кстати предфильтр прислали на обзор вот этот что на воздухозаборник одевается ага ну сейчас смысл обозревать сейчас на опрыскивании вот когда пыль пойдет тогда попробую сделать обзор да я если честно разницы в них особо не вижу в этих грибках ну пишут производителя говорит что там микрочастицы отбивает меньше будет залипать знаешь где я разницу увидел на аниве тот что крутится ага вот он отбивает а тот что просто одевается с дт тот ни хера не отбивает да вот это мы заметили бюллеры да или это китайский аналог что на нем версатиль это ростовский аналог ну да а рассельмаш они же собирают вот пожалуйста собирают такой модельный ряд почему трактора поменьше не собирать с тех же белорусов пример брать или один этот бюллер продадут или 100 вон типа мтз 80 продадут они спросом больше пользуются вроде дождик заканчивается 4 ряда ну предпосевного какой плюс у него меньше лапка он меньше глудку делает на глудке не прыгает секция не сбивает семена а у нас как заедем блин у нас еще один участок там камни кирпичи блин и оно там так как будто сплошной сев но вообще как второй агрегат мы в родовозно купили вот их культиватор но тут все равно лапка широкая вот здрасте а где же ваш главнюк да 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 он ушел здесь седать так надо ему позвонить пока мы еще хотим культиватор покупать это это у вас здесь сейчас дискатор бабочка да каточки так у нас прицепной ну по уже захват и культиватор он не предпосевной подпружиненная стойка подпружиненная стойка тоже интересный конечно аппарат богатырь на посту да да найдем я думал так каждый может продать лучшую технику на демо показаны испытания да да ну и родину продадим да если бы бабки вырыли да они продали да да они продали да еще чуть чуть вот такую машину сделаем из уаза бортового да да планируете самоходный да то есть вы уже собираетесь сами или только планируете если приобрели только уазика руль есть а у нас высел как стоит уазик такой по моему чеклановский мне кум фотографию присылал процесс стал когда колеса подорожали почти в три раза низкого давления мы вот колдуем прикидываем думаем наверное мы поставим снивы задние колеса все четыре с комбайна да задние они в принципе такие же по высоте я думаю их достаточно руль зараза смотри думай что оно блестит теперь вот вот братан назад да это вот это вот это да это отчет но пока но это большая химическая нагрузка согласен один раз обработали фасадом мы больше не хотим но он не у всех идет все равно только дискуете да не знаю их маленькие полезли тоже почему то не хвалят говорят они жадкие широкие на него по нацепляли а мотор не вывозит нифига вот смотрите там что есть а это вот вал дай это вот это вот Линия жизни? Большие привезли, получается, а то РСН-161, вот их хвалили у нас соседи, взяли один, у них был один, у них были 585 плюс акросы, взяли один, до 9 центнеров разница была на поле, по уборке, то есть те потери большие делали, а этот спокойно отмолачивает, это не сразу еще два взяли, это у нас от КСХ Диметра, такой гектар на 600 брак, наверное, один, да? Ну, у них 3000 плюс, я думаю, и у них, наверное, штук было 7-8 матросов, натяжок не покрасили, а не алюминиевый не покрасили. Вот у нас фермер, один из первых, взял вектор, и он, говорит, только выехал, блин, да не пойму, что оно, блин, у него мотовило, как-то установилось, А забрал шки, говорит, шпонки нема, забыли подставить. А у нас тут уже на новой ведре доработки провели, бесплатно завод, шки, молотилки меняли, даже ничего не просто, звонят, говорят, доработка от завода, у кого-то были проблемы, у нас не было никаких проблем, и стартер заменили на высокой обороте, тоже не было никаких проблем, но приехали, доработка от завода сменили. Это уже, конечно, приятно, приятная забота такая, честно говоря, были удивлены. Что такой возрастает, так сказать, улучшает сервис. Тут конкретно под маркой Растельмаш, там версатиль. На углу стояли, потому что восстановлены. Уже и жарко становится. Припекает. Да, у меня нормально. Быстрецы. Уже, наверное, можно и плащи подкладывать. Ну, что-то в них как-то душно. Да нет, капает. Судьба, моя судьба. Вернулись к родовосту Машу. Мы с ними уже работаем второй год. И, конечно же, по линейке много интересных у них моментов. Поэтому, хотим еще, вот, думаем насчет культиватора. Ну, и каточки, конечно, взять хорошо бы было. О, Александр. Добрый день. Как поживаете? Да ничего. Как выставка? Вот только дождик прошел. Хотел спросить, как погода? Да ничего. Ну, ходит. Первый раз вживую увидел вдвойный каток. Ну, вашего исполнения, я имею в виду. Я как бы знал, что вы их делаете. Ну, вживую первый раз увидел. Моя любимая комплектация катков. Клянусь, я их до ужаса люблю. Да, здесь ценник дороже. Ну, блин, ну, исполняет он. Ну, на выходе эффект. Да. Того стоит, да? Ну, на мой взгляд, да, того стоит. Поэтому, когда есть возможность, всегда его на выставку тянет. Подпружиненная. Ну, тут не подпружиненную, конечно, смысла нет делать. Его будет бить сильно, да? Да, жесткий будет бить. Мы вообще, если честно, хотели по культиватору поспрашивать. Поспрашиваем. Ну, и еще те всякие острые вопросы, наводящие вопросы позадавать. Это как раз твоя фишка. Ну, да. У нас сейчас каждая третья такая. Пользуйтесь на здоровье. Хорошо заходит и прям радуется. Поэтому наша благодарность. Уже намечена. Не, ну, оно приятно просто. Оно на самом деле предприятию немного... Мелочь, но приятно. Да, отвлекает. Ну, отличительная особенность для фермера, для... Индивидуальность. Да, тут без вопросов. У нас тоже сейчас... Вы из другого металла стали делать, я смотрю, некоторые элементы, да? Нет, это мы иногда цинкуем, иногда не цинкуем. Это просто, ну... Зацинкованная, скажем, запчасть. Угу. Нет, металл то же самое. От 0 и 2 и 45. Знаешь, что я еще хотел конкретно спросить? По расширению модельного ряда, штригеля планируете делать? Скажем, у нас есть это в задачах, когда просто... Ну, понятно. Не беру сейчас планировать, потому что сейчас... С этой все обстановкой... Вы, может, еще там тоже не планируете? Нет, покрусик нет. Это вообще такая случайная... Ну, скажем, у нас вообще много чего случайного. Раз и... Случайности не случайны. Фермер у нас купил несколько образцов техники. Ну, скажем, каток взял, дискатор, культиватор. А потом, вот, сделайте мне вот такой фигник, да? Почему мы тебе будем делать? Ну, возьми, где их делают. Вот не могу купить, и все, там, типа, в Украине делали, а теперь, короче, все не делают. Угу. Я говорю, ну, тогда образец надо. Привез образец, мы по образцу ему сделали, и он его забирал месяц. Пока он его забирал, человек 5 пришли, да? Человек 5 пришли, о, а мне тоже такая нужна, а мне тоже такая нужна. Я думал, по выставкам прокатили, пока забирал. Нет, нет, он у нас просто лежал. Получается, начали... Ну, да. Короче, начальник производства психанул сразу 20 штук и сделал, там, типа, ладно. Ну, правильно. И тут нормально. Сейчас я, может быть, немножко по ценнику, ну, гульну, потому что, там, инфляцию до сюда. Ну, стоил он 20 тысяч, это, ну, по сути, себестоимость этого всего, там, даже люди некоторые сами, ну, сами для себя делали в хозяйстве. Ну, блин, знали, что вы, там, за 20 тысяч продаете, да, мы бы у вас лучше забрали. Ну, да, если трудозатраты свои посчитать. Уже и на пальцевые, там, а есть, ну, уже и под новые, под быстросъемы. Уже немножко, там, расширили линии. Ну, мы же тоже потихоньку, маленькими шажочками пытаемся развиваться, поэтому и в сторону погрузчиков смотрим тоже. В условиях производства смогли поднять тонну 500, две тонны зацепили, пробовали, короче, поднять, у нас трактор просто клевать уже начал, да, и мы остановились. Он выдержит, там, ну, в плане металла мы, как всегда, там, с запасом, с дуроустойчивостью, со всей этой... Ну, это главный момент. Короче, если погрузчик у вас, ну, допустим, турция, сальсвимаш есть, у нас полторашка на производстве используется, полторашка, да, поднимает, две тонны, я знаю, что наш поднимет, вопрос в том, погрузчик сам в состоянии будет его поднять. У него регулировка по высоте, вот сейчас на пальчике стоит она минималка, пальчик высовывается, еще полметра добавляется, через фермеровозы перекидывает. Ну, да, это хорошо в складу выставлять те же мешки с удобрением, чтобы меньше места занимали. Мы вот к кунам ставим, постоянно так испытываем. Ну, у нас кун самый первый еще сальский, не ПБМ, а он ПКУ-08. Ну, я же говорю, все-таки вроде как на месте не стоим, поэтому и смотрим. По культиватору. Да, по культиватору. Расскажи нам, пожалуйста, вкратце, а то мы стали так задумываться. Ну, трактор у нас будет 136 лошадей, ну, это как заявленные 136. Я всегда сторонник того, чтобы ширина захвата была меньше номинальной, ну, чтобы запас мощности... Чтобы скорость была рабочая, нормальная, да? Это, скажем, моя позиция, мы даже оборудование у нас так закупаем, нам нужно, допустим, 300 ампер на сварочную. В этом аппарате. Мы покупаем 500, пускай лучше работает там. Согласен, запас мощности. А 136, да, ну, запас мощности. 136, это шестерка, скорее всего, вот эта восьмерка, ну, примерно той же самой, того, крылья будут там. А не все одной вариации раскладывания идут? Вот это как бабочки или... А, это евро, это евро. Да, это евро. У нас их есть, ну, при линейке культиваторов. Есть цельнорамные, но там 4, 5 и 6 метров. 6 метров не очень мне нравится, когда, ну, нету копирования, а у нас же поля, ну... Ну, у нас, знаешь, как, у нас не то, что копирование, у нас переезд до поля основной момент. Это же не габарит. Плюс переезд. Вот это самый удобный в плане призов, он 2,5 метра сложился, везде с ним проехал, никто никогда не осмотрит. И есть обычное складывание, ну, классическое, когда крылья поднимаются. Там просто транспортный габарит будет у шестерки, если память ни с кем не изменяет, то 3,2, 3,3... Даже так? Да, за габарит выходит, ну... Но не 4. Да, ну, возить можно. Ну, с дискатором 3-х метровым мы спокойно, в принципе, проскакиваем, он навстречу вообще не выезжает. Когда встречка идет, нормально. Ну, я говорю, да, возить можно, но просто где-то, где-то, где-то могут сотрудники ГИБДД... Ну, понятно, они могут. Ну, в связи с этим и появились у нас такие габаритные агрегаты. По ценнику, я говорю, я так, немножко далек, евро чуть-чуть дороже. Это именно ежемесовое емкость, конструкционное устройство, здесь цилиндров чуть больше. Ну, и за счет этого, я не знаю, до этих всех событий, это где-то, ну, в тысяч 100 была разница. Ну, 50-100, там, от модели. Сейчас, ну, может быть, это чуть-чуть по-другому будет. Расстановка одинаковая, скажем, вот... Рабочих органов? Да, если брать все три модели, то я сейчас по количеству точно не вспомню. Макс, Макс, на шестерке сколько стоит, не помнишь? Ну, вот, грубо говоря, 6-ти метров на всех, что цельнорамный, что обычное складывание, что вот это лафетное и евро складирование, будет одно и то же количество рабочих органов. Независимо от того, какую лапту мы заканчиваем. Вот здесь конкретно стоит 230-я, на нее же можно установить 250-ю, но это 65-я стойка. Ну, вот ты знаешь, в чем мне, пожалуйста, скажи, Саша? Он же не предпосевную, он как более универсальный идет, получается, да? Да, здесь два вида стойка. Ну, блин, чем шире лапка, тем, блин, она году больше делает. Тем она больше вот этот срез почвы, и от нее комки получаются. Здесь все на любителей. Вот 65-я, она больше, наверное, по парам подходит. Ну, я ее советую, именно паровой обработкой занимается. И туда дальше у нас, ну, за Урал, либо более северные регионы, чаще берут 65-ю. Здесь на юге у нас Краснодарская, Краснодарская, Ростовская, более ходовая 45-я. У нее вибрация получше, и на 45-ю можно ставить 210-ю стойку, ну, либо 230-ю. Ну, такую же последнюю плату. Мы, в отличие от всех остальных производителей, от того, какая лапка устанавливается, не меняем количество органов. Вот у нас есть, ну, условно, 41, я сейчас, ну, сходу не могу вспомнить. Ссылка будет, сколько их точная. Вот их есть 41, они так и остаются. 200-я лапка, это будет перекрытие 5 сантиметров на сторону. Здесь 30-я, соответственно, 8 сантиметров. Вот, где даже посмотреть, вот, соседние лапки. Ну, я снимал сейчас специально. Да, она практически... До половины. Да, практически половина. У нас самое лучшее подрезание. Любая сонная растительность, которая на поле осталась, все полностью вырезается. 100% вырезается. Есть, ну, как бы, культиваторы старые, советские, ну, вот, КШУ, ну, на основе ВИК, там, до сих пор сейчас выпускают многие производители. Там 330-я лапка. Ко мне в сферной подходке, я, говорит, не могу понять. У меня, вот, 330-я, я, вот, взял, с этой 230-я лапка, он, говорит, лучше вычесывать, вообще ничего не оставлять. Я же пошел смотреть, почему. На 330-я лапке, вот, на такое, перекрытие, там, буквально, два сантиметра, ну, на стол. Соответственно, сорняк сюда попал, он сюда гульнул, все. Одно дело перекрытие, а другое, он же двухрядный, наверное, в два ряда всего лишь. Ну, в три ряда, там, еще, и, как, растение. Чем больше рядов, тем лучше проходимость еще, получается, у всей этой растительности. Да, если, как раз, все пробежаться, то... Шахматная расстановка 60 между рабочими органами, полметра между рядами. Это, ну, позволяет пропускать все пожневные остатки. Минимальная, минимальная, скажем, возможность забивания, залипания. Если брать конкретно еврики, то две точки опоры, это передние опорные колеса, центральная часть этого, и задний опорный каток. Если брать обычные складные... Каток подпружиненный, да? Да, 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 вон пружинный вид. Если брать обычные складные или соленарамные, то у нас идет... Одна точка опоры, она находится внутри рабочих органов. И дополнительно сзади просто бывает каток, на котором можно степень поджатия регулировать. Он не столько опорный, но чуть-чуть можно это... Догрузить его, разгрузить. Но с навесным комплектация же тоже разная. Оно и двухрядные катки есть, да? Или только такая? У, скажем, обычного складирования и у цельнорамных, там у нас номенклатура шлейфа очень большая. Вплоть до того, что мы для любителей, скажем, я не очень люблю, но часть фермиров, скажем, прям настаивают. Мы даже зубовые бороны устанавливаем. Ну, по типу КПС-сарых. А вот именно в еврокомплектации можно установить либо один каток и два ряда пружинных баронок, либо двойной каток. Здесь просто есть у нас еще ограничения по высоте. Ну да, это тоже аборит. Поэтому у нас в данной комплектации только два варианта шлейфа. Это что его знает? По стали, по материалам все то же самое. 0,9 Г2С трубы, листы, 45-ая сталь, пальцы, втулки. Особо напряженные прокалены, это у нас на осях складывания идут. Этот культиватор уже, скажем, максимально современный. Здесь копированные рельефа пози. На продольные пози приходят гидроцилиндры. За счет этого есть отклонения по горизонту обработки. 4 градуса вверх, 4 градуса вниз. По складыванию, то же самое, на продольный паз приходит гидроцилиндр в центральной части. Это 7 градусов вниз, 7 градусов вверх. Трактор работает независимо от агрегатора. Этот культиватор идет на двух своих опорах. Трактор пошел наверх, культиватор не перезаглубляется. Не мыряет. Да, он там не выкрыгивает. Он идет на своих опорах, на двух тракторах. Катается в горке, в город. На данный момент, на мой взгляд, максимально продуманный, максимально современный культиватор. Да, через годик может что-то еще появится. Правильно, на месте стоять не надо. Да, современный. Говорится, наука не по заказу должна работать, а должна что-то сама придумывать, развиваться. Пока все, что в голове сложилось, все в окно. Может со временем еще что-то добавится. Белотовские стойки так же, да, сейчас? Или уже уходят потихоньку белота? Проблемы есть с поставками. Идут все эти события. События у нас по стойкам, если 65-я, то это только пилота была, а если 45-я стойка, то была пилота и пьянчо. Пилота Испания, пьянчо Италия. Все санкции, перебои идут существенные. Мы даже сезон культиваторов, можно сказать, упустили в этом году. Вряд ли мы, скажем, поставленные задачи по ним выполним. Ну, я не думаю, что мы полусенина верстаем. Ну, куда деваться. Ну, да. Все должны что-то вылить, потерять от этого. Вроде как сейчас пилота налаживает поставки. Только вы... Перебесились? Да, в Евросоюз там не сообщите, а то пилоти по башке настучат. Как-то там через Казахстан сейчас окружно. Я не думаю, что у нас за пределами СНГ кто-то смотрит. Единственное, что ценник возрос. Условно, ну, так же, на скидку. Стоил, если комплект рабочего окона 2,5, то сейчас он нам обходится порядка 4,5-5 тысяч. Ну, город, короче, подскочил. Как бы из-за этого и ценники тоже... Ну, конечно, естественно. Вроде как налаживают сейчас поставки. Первая партия нам уже пришла. Там, следом, еще одна идет. Попомнику поставил. Ну, сезон упустили по культиваторам в этом году. Будем в следующем наверстывать. Ну, дай бог, чтобы все было нормально со следующего года. Вот так пока новинок никаких. Пока только разработки, да? Пока в разработке. Меня, если честно, вот прям сильно подгасила вот эта вся обстановка. Я к Виндере вообще в ступоре ходил. Да, это я тебе хочу сказать. Это уже все прокручивал. Что дальше будет? Что делать? Я точно так. Сам работать не могу. Сейчас вроде как-то уже смирился с этими, со всеми условиями. Ну, скажем, от меня все равно ничего не зависит. Согласен. Все, у меня есть мои задачи, будем двигаться. По плану у нас было, что мы на эту выставку уже привезем готовый усильник. Ну, именно как показать. Да, мы понимали, что мы не успеем обкатать, не успеем поэкспериментировать. Ну, хотя бы просто выставить, спрос обозначить. Веду всех этих событий. Сейчас и с запчастями. Хожу сейчас по поставщикам, смотрю, у кого что есть. Если раньше мне, ну, буквально три месяца назад я так, хочу такой диск, хочу такой корпус. И все, там, выбирать. Проблем нет. А сейчас мне надо прийти, сказать, а что у вас есть? Так, вот такой есть. Ну, ладно, давай я буду вот этот диск брать, вот этот корпус. Теперь мне наоборот, надо отталкиваться от того, что у нас на рынке есть. Ну, ничего, прорвемся. Главное, что все равно не остановились. Всегда прорываемся. У нас, наверное, традиция такая русская. Сто процентов. У нас, когда в России все спокойно, то мы, что-то не то, надо что-то нам придумать. Должен быть какой-то стресс. Мы, наверное, больше развиваемся, комфортнее жить. Кто его знает. Наверное, так. Все будет хорошо. Ну, или плохо. По-другому не будет. Здесь проводится розыгрыш плуга. Вот идем поучаствовать. Зарегистрироваться. Зарегистрироваться, да. Розыгрыш будет завтра. Зарегистрируемся. А вдруг повезет. Мы как бы и не знали. Александр подсказал, что у вас тут разыгрывается. Какой ник на ютубе? Не мой. КФХ Бурсак. А, все. Сейчас вообще. На ютубе видели, а тут не узнали. Все на ютубе, да. А может, богатый буду? Да. Дай бог. И по Сергеенко, но здесь вывеска наоборот. Постараюсь сегодня видео выложить. Так что, кто увидит, друзья, подходите. Регистрируйтесь в розыгрыше. Вот блужочек. Завтра в 12 часов дня будет разыгрываться. Также будет стрим в прямом эфире. Все. Все по-честному. Все без обмана. Так они у вас, по-моему, синие раньше были, да, или нет? Это по СКУ. Ну да. Раньше я много лет посетил по СКУ. Как бы пытался их приподнять, но... У моего, получается, друга в соседней станице по СКУ, и что-то он как-то это... Никак не может... Он сыроват. Они ничего не могу сказать, как... Но он, 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 яки сыроват. Говорит, не лезет, не лезет, не лезет и не лезет. Мы сделали такие, которые лезут, которые... Говорит, и в Чипа Машево чем-то можешь залезть. Ну, он завод рекомендует это. Фирмен листов положит сверху. Так надо, тогда, как доп, опцию поставлять их. Столбик, так подальше. Покажи, может, несколько кораллов сейчас делать, как бы, и... Такие бинарно-лемешные, то есть, вот, пятерочка стоит. Ну, и по классической схеме, с полевой доской. У него тоже как рука? Нет, у меня в членах подняться. Ну, это тоже с полевой доской. Да, с полевой, да. Это по классике, это МТЗ-8. Ну, при этом, как бы, ПЛН, ну, у него что-то, особенно, что где-то, процентов на 15-20... Сниженная нагрузка? Легче, легче идет. Почему? А потому что, если кто-то знает, понимает, угол хождение, вебика и отвал. Взять если ПЛН, у него отвал идет выше. Я сразу заметил. Получается, да, земля втыкается в стенку прямую, и он начинает блюдозделить. Если на половине посмотреть, у них отвал натерт, и вот, вот, в этой зоне, примерно. Да, да, да. Блестит, а здесь залившая грязь. Получается, отвал не работает. А земля должна отсюда, от начала и до конца идти. Вот у нас отвалы, они блестят, все поработал, они все от начала и до конца блестят. Потому что земля пошла, раз, перевернулось. Ну, вот я, знаете, извините, перебью свой небольшой опыт расскажу. У нас есть плуг австрийский Реджен. Вот у нас, ну, урвали на Авито, нашли оборотник. Вот у него примерно такой же угол. Он сразу же входит в почву, и он начинает оборачивать ее. Эти углы, они не мной придуманы. Есть, был, я же, на рубеже веков профессор Горячкин. Он создал теорию сельхозмашин, по которой работают Ленкин, Перниланд, все современные, которые сейчас, они используют именно теорию профессора Горячкина. И он рассчитал эти все углы вхождения, какие должны быть. Те, которые сейчас половины выпускают, ну, это просто мрак, это кошмар, реально. То есть люди мучаются, его постоянно входит, бочение, плохая санелька. То есть это все, тягами пытаются его накрутить, чтобы он остался. Да, тягами, дежды, растяжки. Начинает трактор разворачивать. Вот здесь этого не. Здесь его зацепил, и он ровненько пошел по струночке, все работает. Так, ладно, пока освободилось, пойдем регистрироваться. Так, вот еще демонстрация дополнительной опции на плугах. Насчет продуманности. Мелочь, а вот настолько приятная. Бутылочка раз, заходит хорошо. Раз, положил, закрепил. Вот здесь ограничительство. Раз, здесь стоит. Куда не убежит. Тут далеко все, вот он уже уперлась еще. Раз, достал, тут даже может шокачек поставить, я лучше было. Вообще занесло. Нет, ну это как бы бутылку показать, ключики там, тряпочки. На самом деле сюда ложатся срезные болты, запасные, чтобы не терялись. Прикольная штука. Не могу придумать, куда мне ее надеяться. Мне очень удобно. В тракторе положишь, обязательно потеряется. А здесь просто ставится один цельный болт, не срезный. Редко, но... Саш, знаешь, что тебе еще хотел подсказать? На селфордах, на дисковых воронах, у них надышли. Постоянно была вот такая сетка приварена, и туда механизаторы постоянно накидывали всякой всячины. Я вот за ящик думаю. На наш 7х2 на канале там есть. Да, и вот ящик надышно цепляли. Я тоже, я для лимихов бы ящик поставил бы тоже. За ящик. Красивый бы такой. Скорее всего что-то придумаем, но надо теперь найти этот ящик. На моем самом деле. Железо не хочу я делать, я бы пластика такой красивый, чтобы с ребрами было. Я на раму поставил. Мне тоже будет просто генеха положить. А ты меня запитал? Подошли к стенду. Попрыскивать желевые и... Какие там валюты? Инжекторные нас интересуют, распылители. Хотели бы на смену своих взять комплект, чтобы работать в ветреную погоду. Вы можете их заказать и получить через полгода самое лучшее. Через полгода? А чьи они вообще? Итальянцы. Итальянцы. Итальянцы, да? Итальянцы. Итальянцы. А что так быстро полгода? Быстро, потому что мы с ними давно работаем. Возможно, это будет месяц 8 дней. Все зависит от того, чтобы... Вот объясните еще. Нам лучше поехать в Краснодар и купить на месте. Разница. Тройка и четверка. Без вопроса производитель. Только по выливу и все. То есть четверку брать, чтобы больше вылив делать, да? Да. Ну или медленнее ехать, или наоборот быстрее ехать. Ну это шестройка можно дать. Я думаю, может там принципиальная какая-то. Вы знаете, как это... Нет, это чисто. Это чисто просто производитель. Когда они у номера там осталось. Первая там, наверное, сглова. Я могу в Москве. У нас стоят щелевые. Мы задумали, что надо работать, чтобы по ветру работать. Если ветер, да, то, конечно, инжекторные. Ну в колхозе стоят эти щелевые. Ну вот, например, вот ваши щелевые. Мы подумали, что... Сейчас я дорассказываю. Мы подумали, что это для того, чтобы не забивались они, например, мочевину подмешивают или еще чего-нибудь. А если на это не влияет ничего? Нет, это ничего не влияет. То смысл тогда брать четверку, если она... Тогда тройку и будем брать. Сейчас же, ребят, сейчас же химия, мало того, что она такая мощная, она еще и дорогая. Поэтому плюс-минус трамвайная остановка не годится. Вы будете терять большие деньги. Вы имеете в виду по выливу? По выливу, конечно. Я уж не говорю о том. Я просто вот эту разницу и хотели. Ну вот, смотрите. Вот тройка, четверка. На каком давлении вы работаете? Или на какой скорости вы работаете, как правило? Ну, одиннадцать с половиной, это двенадцать. Ну, давайте... Давление где-то четверо. Смотрите, ну, давление, да, четверо. Посмотрите, на двенадцати километрах в час тройка выливает 69 литров на гектар. Да? А четверка будет выливать 92 литра на гектар. Ну, я примерно так и считал. Вот. Я старый, это еще в советской школе я по этому, по формуле. Ничего не изменилось. Посчитал и у меня получилось где-то тройка кайдровая. А наглядный пример есть их вообще посмотреть? Что они представляют? Самый лучший, не самый лучший. Не валидишь хотя бы. Секторная фаршонка. Вот она. Вот она. А вот. Ну, пожалуйста. Чем она отличается? Это какая фирма? Это Арак. Это Арак. Арак. Амэ. Чем она отличается? На что? Описание читали, но когда в натуре увидишь, он опал. Значит, здесь отверстие для воздуха. Ага. Когда идет подача раствора, сюда воздух перемешивается с раствором и идет большая капля, внутри которой много маленьких каплей. Она не делает улыбку. Она становится тяжелой. И летит дольше, и меньше сопротивления. Вернее, больше сопротивления. Она дольше летит. Дальше летит. И дольше. Удаляется лист, разбивается на множество мелких каплей. Потому что у нас щелевые, у нас получается как туман. Если безветельные, то мы сливаем. Но у нас уходят. А вы вообще территориально где находитесь? Московская область. Московская область. Трехкорпусная область. Ну вот, что в принципе примерно. Ну он как-то, мне кажется... Даже один цилиндр напереки. Он на всех один цилиндр. Просто тут, видишь, распределитель на нем стоит, да. Кажется, как более громоздкий, нежели наш, да? Предпожник такой же, высокий. И грудь, видишь, как выходит. У нас их уже постерты. У него в одно крепление они заходят, видишь? А у нас вверх-вниз. Похоже. Интересно. Регулировка тоже. Вот винт. Ну тут еще и стойки регулируются. Ширина захвата до 48 см. Колесо одно резиновое. Отрезной нож стоит. На последнем корпусе. Здрасте. Здрасте. Друзья. О, Алексей, блин. Здравствуйте. Приехал. Алексей, привет. 161. Как дела? Хорошо. Что вы тут посмотрели? Техники валом. Вся красивая. Вся блестит. Пун-лу. Да, с надежным кромом. Уже все просохло и следа от дождя не осталось. Маскар. Это турецкая техника Маскар. Силки. Это Светлоград. Рядом с Лемкиным пристроились. У кого? У кого? Ну, уже, правда, позвоните. У кого? белоруса а вон он стоит 1222 . 3 можно подойти посмотреть ну это самый большой 35 на картинке меньше кажется да она дать сфотографирую аппарат смотрится красиво конечно лючок сняли пластины предохранительные тут уже получается на педали главные рабочие идут цилиндры сцепление тормоза мягкие были резина бельшина навесочка но это bosch это bosch мощно конечно все так же кнопочки что крюк но вообще евро орудия как у нас был первый дискатор с цилиндром надышли вот это же для таких евро планок он по идее в сторону отводится или снимается до красивый конечно аппарат самое что это не знаю как час по цене он будет разниться с двенашкой 1221 но он уже идет в полной комплектации и до баки кондер не глушать уже по кабине стоит что конечно намного приятнее диски надо переставлять их получается внутреннюю часть надо разворачивать и тоже перекручивать все тут делается вам в пропашники становится конечно тоже белорусская покраска резинки не закрашивать под резинками ну вид конечно уже хоть в чем-то белорусы пошли вперед мне такой аппарат нравится 82.3 в красном цвете конечно покрасивший но это максимальная комплектация 82.3 балочный мост груза ну да ну на них уже давно получается идет этот теплообменник вместо масляного радиатора что я не скажу конечно что лучше навеска тоже под евро уже здрасте а у них на навеску идут яблоки в комплекте вот на 1222 на это должны по идее в зипы быть должны тут уже газблок стоит ограничитель ну самое самое что классно это что тут поменяли это подножка удобная так а сиденья граммер или не граммер ну да по крайней мере не написано конечно но по такому типу сделано ой кто что сидел руль так низко опущен блин место вообще обалдеть в кабине воздуховоды уже такие заводи как на рено лохан конечно кабинка поудобней нежели старую по пятнашки конечно тоже кабина ну конечно он получается со щитком регулируется выше ниже вверх вниз гидравлика вся под рукой сиденье естественно регулируется навесочка тут и скорость тут и глубина все регулируется ну как вы на марке прям сидишь обалденно поднятие огромная кабина вот тут даже выступ есть можно сиденье сделать для пассажиров я кстати видел забыл называется канал по моему механик 126 со ставрополя он пятнашку купил сделал сюда сидушку обалденно смотрится ну и если кого-то с края поля до возителя мало конечно удобный аппарат ну кабина у них как я понимаю тоже одна на всем этом модельном ряде здесь на 82 старая с новыми доработками вот более метра ну а ну 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 да да на том вынесено а ну 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 И дождь прошел, и походить можно. Но уже и домой, надо ехать. Много сейчас пошло вот этих для внесения ЖКУ. Но у нас я еще не видел в работе ни одной в районе. Тоже каточки раскладные, агрокапитал. Как правило, агрокапитал они посредники. Они-то не свою технику продают, а перепродают. Лучше когда непосредственного производителя. Ну, а там кто его знает. Посредники тоже бывают. Цены приемлемые ставят. Тракторки тоже мини. Опал ави. Опал ави. А свал он раз, пошел за собой. Этот прыгнул, а этот чесал. Я говорю, вот как утюдом выкладывался. Что? Посадка рассказала. Это как работа сентября. Сепараторы. Посиди нам они должны в боксах где-то быть в тех вкрытых. Вот тут вот, чтобы посерединке был. Маленький, усатенький и очень симпатичный. А у вас кепка есть такая? Давай, смотри, это к чему. Ну да, вот форсунки. Форсунки. Подойдем, спросим. Здрасте. Вы здесь? Да, я тоже. Распылители нас инжекторные интересуют. У вас есть? Наши ребята занимаются. Только давайте касаться и мы передадим в офис. Ну, нам бы посмотреть. Я гляну. Я по технике. А вы откуда? В Краснодаре. Дайте контакты, мы если что-то наберем вам. Или подъедем, посмотрим. Это вы тут на этом. Держим. Держим. Где фон? Напишите вам. В сетхеле. На последней части. На образец, вот в одном месте. Нашли распылители. Здрасте. Фото с блогерами не узнали? Да узнали, конечно. Фотографии сделаем? Да. Здесь только в показах. Сейчас сразу. Да. С любителем цветов. Да что, оно глянь не фокусируется. Опа. Травки лечебные. Опа. Опа. Здесь укладки. Кладочки. Рыба. Польза. А то закупай. сувенирчик казаки вроде все новое ничего нового все красиво все блестящее дорогое опытные участки я уже не помню проходили на наверно на эту сторону устает слушай это же по моему это да белорусская 7 я по усевающим мнение на сперва показалось что как у нас было белорусской в этот павильон пошли зайдем вроде не дюжи далеко давай сходим до додума старая добрая спочти уже конечно не румынская монодисковый сошник видишь на одну сторону дисковый а дальше также сапожок стоит это монодисковый сошник для туков спереди вот он идет он по идее как вот этот для минимальной обработки для тоже интересная такая конструкция опять же они ж не румынские сейчас где-то здесь собирают по моему уже качество кто его знает какой хотя по сути тут ломаться нечем или вещь уже и загортач стоит раньше загортачей не было модернизировали у нас она лет тридцать или сорок с почем дискаторы на подпружиненной стойке идем в павильон смотреть химию семена на выставке наверно больше всего из техники дискаторов да всяко разных а вот смотри как стойка сделано чтоб не кидал последний ряд защита ну да чтоб не кидал крайний ряд интересно тоже можно можно себе сделать диас это как саша рассказывал тех кто откололись от бдт агро в белобрицкий д диас это еще кто-то был по порядке по порядке В основном ЖКУ неудобрение водорастворимое. Как на какой-то бирже. Поедем в сантехнике, купим все шланги и рукава. Радиатор. Столько всего интересного и как-то что-то... не знаю, даже ничего не знаю. Спасибо. 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 Ахмат Сива. Имя. Спасибо. 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 У вас удобрение или что это? Да, это жидкие удобрительные стимулирующие составы, хилатная форма, есть комплексы, есть азорные МВК, различные процентов, есть комплексные аква, специализированные вещества, которые относятся в нанесение гербицидов, фунгицидов, то есть аква-прилипатели, поверхностные вещества. Да, так точно. Нами также создан наш препарат с ионами серебра, устойчивый фунгицидный эффект. Типа зеребры? Да, но здесь идет речь о ионах серебра, тогда как у зеребры это коллоидное серебро, то есть это пластикат. В течение этого года мы делаем экспериментальные разработки, которые будут содержать в себе также коллоидное серебро. Угу. Буклет дадите? Да, конечно. Буклет. Полностью. Посмотрим, почитаем. У нас скрыта, она снимается скрыто. Почему скрыта? Открыта? Да, совсем не скрыта. Очень даже открыта. Отлично. КФХ Бурсак. Вы блоги видите? На ютубе. На ютубе. Да. В общем, как и каждый год, в принципе. Вроде все новое, и ничего нового. Ну, куда были? Да. Давай пройдем. Ну там. А там пустые прилавки. Первые два и все. Будем выдвигаться до дома. Погуляли, отдохнули. Теперь надо работать. Ну, друзья. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго. До новых встреч. До новых встреч.